Анапа вошла в число пяти муниципалитетов Краснодарского края, где реализуется программа «Доступная среда». Требование губернатора создать комфортные условия для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Субсесская спортивная школа номер один – одна из первых в Анапе, где реализовали этот проект. На полтора миллиона рублей школу оснастили специальным оборудованием, перестроили архитектуру здания, увеличили входной тамбур, приобрели портативный подъемник для инвалидных кресел, прилегающую территорию благоустроили и уложили тактильную плитку. Мы сделали одну из лучших спортивных залов, доступную для инвалидов, поэтому мы будем приглашать всех инвалидов города и района к нам заниматься. Большое спасибо Сергею Павловичу Сергееву, нашему главу, за такую помощь, которая создала нам практически очень приятные, благоприятные условия для занятий спортом. И не только для инвалидов, но и для остальных детей. Сегодня в Субсесской спортивной школе занимаются 370 детей. Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья среди них немного. Но это пока. Директор уверен, после создания особых условий сторонников здорового образа жизни будет больше. Тем более, что в спортшколе есть тренер по адаптивной физкультуре. Никита Ванков получил травму спины, но даже оказавшись прикованным к инвалидному креслу, не пал духом и начал заниматься спортом. Хорошо, что сейчас есть программа «Доступная среда», администрация выделяет деньги на оборудование спортзалов, на обустройство. Это и пандусы, это и двери широкие, что люди с ограниченными возможностями могут без каких-то либо препятствий попасть в зал, заняться наравне со здоровыми ребятами, спортом, тренировками и, наверное, как-то себя проявить не только в спорте, но и в жизни, показать свой характер, свой дух. Среди выпускников субсекской спортивной школы есть заслуженные мастера и чемпионы. Анатолий Шевченко, который представлял Россию на Паралимпийских играх. И Георгий Далякян, мастер спорта России под зюдо, призер чемпионатов мира и Европы. Говорится, если ты проигрываешь, и ты падаешь духом, теряешься, то тогда без проигрыша нет победы. Поэтому и вот так вот стремишься к лучшему. Программа «Доступная среда» в Анапе реализуется не только в образовательной и спортивной сферах. Соответствующая инфраструктура создается на объектах ЖКХ и в учреждениях культуры. Помимо детской спортивной школы у нас еще создавались условия по программе «Доступная среда» в семи общеобразовательных школах. И работа у нас уже закончена в декабре. И точно так же представители маломобильных групп населения могут сегодня с определенными удобствами посещать эти школы. Выделен объект культуры. Это в городском театре тоже у нас построен подъемник, туалетные комнаты, перила. То есть все, что нужно для тех людей, у которых есть трудности передвижения. Собственникам коммерческих учреждений также надо озаботиться созданием комфортных условий для всех жителей и гостей Анапы и разработать свои мини-программы «Доступной среды».